Вода пришла в июле и уходить не хочет даже в октябре. Прибывает по 10 сантиметров каждый час. Заводить перекачивающую мини-станцию строители центральной дороги вынуждены минимум 6 раз в сутки. Пришлось увеличить и объем материалов для отсыпки проезда. Даже скальный грунт, который должен хорошо отталкивать влагу, на этом участке подвел. Мы не могли его нормально заложить, потому что скальный грунт уходил вниз. И постоянно мы подсыпали, подсыпали, и скала осаживалась вниз. Одно лишь основание будущего проезда на 2 метра в высоту, а точнее в глубину, строили почти 2 месяца. Сейчас приступили к монтажу труб. Вместо одной старой уложат 4. Водопропускная система под дорогой как настоящий подземный ход. Трубы кладут диаметром 2 метра 10 сантиметров, тем самым увеличивая способность противостоять стихии в 4 раза. Паводок, подобный июльскому дорогам села, будет не страшен. Прямого сообщения с федеральной трассы Ивановка лишилась 19 июля, когда из-за мощных дождей прорвало дамбу в соседней Успеновке. Удар стихии приняли на себя две окраинных улицы. Чтобы пропустить паводковые воды и спасти остальные подворья, проезд перекопали. Машины и автобусы пустили в объезд через дорогу на Варваровку. Все люди страдают, мучаются бедные. Некоторые приходят, приезжают на попутках, а идут по кругу, километров 5, наверное. До больницы ехать 4 километра здесь. На восстановление дороги областной бюджет дал 8 миллионов рублей. Завершить монтаж гидротехнических сооружений подрядчик обещает через пару недель. Затем на участок зайдут дорожники. Позволит ли им погода закатать полотно в асфальт, вопрос остается открытым. Однако пустить транспорт напрямую в село районные власти надеются к середине ноября.